всем привет и снова у нас рубрика великолепные изделия недели но на самом деле просто подборочку делаю всего подряд что мы производим часть конечно же да это небольшая часть напоминаю правил просмотра больше часть дизайна не мое авторство да это авторы заказчики и зрители покупатели им так нравится поэтому писать все какие-то неприятные вещи в комментариях что я бы сделал вот так не стоит вы просто закажите я сделаю так как нравится вам да это дело вкуса людей вот им так нравится они так заказали следующий момент мир миксель тоже не все нравится и кто и такое чтобы свое мнение тут высказывать то есть люди для себя делают так следующий момент цены не пишем почему потому что тут очень много подарков женам любовницам мужьям друзьям братьям сестрам родителям ну и как-то они не хотят дарить или не хотят чтобы те кому дарят видели тут цены вот так вот прям открыто понятно что они могут написать спросить сколько такое будет стоить но это уже и делаясь они так напишут приступаем номер один великолепное колечко с африканским изумрудом он же у нас творит он же зеленый гранат напоминаю да что их добыча сильно очень ограниченной я был например вместе добычи где уже год их вообще не находили камень супер яркий мы очень долго его снимали и вот глазами видно что он яркий а камера на айфоне берет его чуть потускнее поэтому здесь вот где будут кадры с розовой кожей на пальцах это мы искусственно вытянули цвет мы так делаем крайне редко но вот тут было обидно что он такой яркий а получается не яркий на видео поэтому мы подтянули это наверное у нас первый случай за год мне кажется дальше здесь серебро или золото это неважно потому что сверху чернение роди черные блянты и позолоченный символ у на он для тех кто новенький вкратце расскажу я увлекаюсь язычеством а буддизмом индуизмом юго-восточной азии которые у нас происходит и находится это символ развития движения вверх вперед и постоянного роста во всем чем ты занимаешься номер два экспериментальное колечко раньше мы таких не делали хотя давно планировали здесь сафиры разного цвета они совсем мелкие сафиры все натуральные то есть мы все проверяли у нас на все есть документы естественно кольцо из золота серебра не важно мы сейчас у нас в работе такие же подвески такие же серьги и я хочу сделать такие же браслеты мне кажется вот браслет который будет жесткий из двух створок до из двух половинок которые защёлкиваются было бы очень круто на для себя для себя я такой не могу сделать но не мой фасончик да если за карте с удовольствием сделаю без наценки на труд то есть труд моих работников я плачу сам то есть себестоимость камней и себестоимость материала и все потому что мне интересные для портфолио вот делаем пока непонятно как она будет но пока вроде мне нравится то есть это в моем вкусе номер три вот как раз одно из немногих здесь изделий которая полностью за моим авторством то есть много лет назад наверно лет 6 7 назад я придумал этот дизайн сам нарисовал здесь сафиры сафиры и еще сафиры и довольно долго мы подбирали все это в цвет было сложно и долго плюс у нас тут серебро или золото с чернением я не помню вот можно это это колечко это дизайн прям называть что он сделан в стиле сина джемс погода была пасмурная поэтому сафир так себе выглядит но на самом деле поверьте моему слову он поярче чем на видео получается вообще у нас проблемы снимать синие и зеленое почему-то часто камера утягивает их более бледный окрас я уж не знаю почему номер 4 те самые огненные гранаты от массаев которые у нас всю зиму мелькали на ютубах в инстаграмах наших вот наконец-то мы целую серию изделий с ними делаем все под заказ естественно дизайн прям в моем вкусе то есть данном случае покупатель на сто процентов разделяет мои вкусы мои интересы и увлечения мне самому очень нравится стиль которым мы сделали эту подвеску здесь опять же не помню золото-серебро здесь чернение по золото или возможно золото-желтое чернением я честно даже не смотрю документацию с чего мы их отливаем я прикладываю руку всегда дизайну то есть вот в этом я участвую и в поиск добыча закупка камней тоже а из чего конкретно был отлит из какого металла мне сейчас не очень интересно и мое мнение что если можно поставить серебро нужно всегда ставить серебро на сэкономленные деньги лучше докупить добавить и купить камень покруче и поярче хотя в данном случае вот тут гранат прям супер мега яркий больше уже некуда номер пять опять наш фирменный стиль тоже дизайн этот я придумал нарисовал много лет назад как и предыдущие колечко да здесь у нас гранат мне кажется что он со шри-ланки или он из бирмы но я об этом не уверен надо посмотреть сертификате здесь у нас черные блянты серебро и чернение роде вот тоже в данная модель от сильно вам полюбилась у нас практически в каждом выпуске есть даже парочка изделий именно в этом стиле уж не знаю как он называется gothic и синерджемс или синерджемс готика как-то так но вот он мне по душе такой стиль мы делали в разных цветовых сочетаниях и вы знаете у этого кольца такая геометрия что он всегда выглядит красиво то есть белый металл желтые чернение синий камень и черный вот он всегда выглядит прям огонь но в данном случае данный случай не исключение тоже отлично выглядит номер шесть благородная классика который ничем не испортите которая на века бриллианты еще много бриллиантов лавандовая шпинель золото шпинель видите тоже со светом у нас не очень повезло как и с предыдущим кольцом и дезапиры синие не очень хорошо ложится свет но на самом деле камень он конечно поярче чем выглядит здесь ну и даже при таком освещении при таком световом раскладе да как это можно назвать он выглядит довольно благородно и собственно здесь больше ничего не добавить не убавить классика на как лиц и в африке классика хотя шпинель у нас это саши ланки мы ее там купали вот собственно я бы здесь что изменил я бы сделал конечно все в черном потому что лавандовая шпинель на черном фоне в окружении черных биллиантов она бы выглядела значительно ярче да но это опять же мое мнение и критиковать мне тут ничего нельзя я тут не главный номер семь снова у нас шаманская символика и сегодня много еще будет прям я смотрю мои влечения отлично вам заходят и вы их разделяете огромная благодарность от меня за это это элемент шаманской культуры которая процветает и восточной азии в частности в таиланде ящерка это маленький гиккончик если вы были в таиланде он сидит там на стенках и чирика это на тайском языке по-тайски да он называется тинчок он приносит удачу но вот собственно это кольцо тире амулет было наговорено шаманом нашим поэтому у него есть смысл значение то есть это и украшение плюс амулет который дает удачу обаяние привлекательность и любовь ну и собственно камень здесь стоит это турмалин цвета под параджа черные биллиантики в глазках у ящерок если ничего не путаю и собственно серебро с чернением или золото с чернением тоже в данном случае неважно номер восемь у меня обычно вот таких черных звездочных сафиров моих любимых нету слов я уже говорил да что такой камень можно просто достать из кольца приклеить пальцу и все больше ничего не нужно тут собственно украшение лишнее великолепен просто камень вот мне прямо не очень нравится видите золотистые золотистые кристаллики иголочки это рутил на рутил это минерал который в основном состоит из титана то есть такой металл нас радует ну и собственно кольцо символ уналон повторюсь да это символ развития движения вверх вперед и все чем занимаются ты в этом становишься лучше лучше и лучше если ты ничем не занимаешься естественно ты лучше не становишься данное кольцо тоже наговорил на шаман она является украшением и амулетом такие вещи носить приятнее чем которые просто украшение проверено на себе номер девять наконец-то они тоже добрались на наших изделий это те самые уникальные метисты полихромные там несколько цветов оттенков можно увидеть да там и фиолетовый и розовый и синий такие метисты добывали только в руанде это маленькая страна в африке но к сожалению почти год назад добычу закрыли там настолько сильно полицейские чиновники все остальные все это разворовывали что правительство приняло решение что они пока не готовы контролировать добычу просто и проще и просто зарыть они вы при пригнали бульдозеры и закопали собственно возможно это коммерческий ход потому что метисты эти подорожали в несколько раз и продолжает бы довольно быстро идти вверх по цене но они великолепны конечно же здесь опять нам не повезло солнцем но другой стороны мы снимаем все справедливо по-честному в пасмурную погоду уналон не буду же объяснять что такое черные бриллианты и серебро с чернением или золото с чернением персень получился мне кажется прям замечательный номер 10 гипнотический камень завораживает то же самое можно бесконечно смотреть на него это под параджа но это не сапфир вот посмотрите запомните это прям классический цвет под параджа видите вот он так должно выглядеть это не сапфир это не турмалин это шпинель из махенге то есть это шпинель махенге но вот она случайно вдруг получилось вот такого цвета то есть это уникальный камень коллекционный мы постарались сделали в нашем любимом стиле колечко для него да для заказчика по его желанию камень конечно просто бомба то есть тут ничего не сказать сейчас на шри-ланке с афиры под параджа когда спрашивают покупателям показывают что-то бледно розовенькое бледно желт желтенько с каким-то желто-оранжевым отливом это все не то то есть они совсем бледненькие вот под параджа цвет выглядит именно так но в данном случае он не шри-ланке он из африки деревеньки махенге я туда ездил посмотрите видосы номер 11 и снова у нас украшение которое не совсем украшение это плюс амулет это птички из шаманской культуры сатьянт они же присутствуют в буддизме в индуизме называются они ног сантика если ты говоришь с кем-то они садятся ему на плечи но они летят естественно до садятся ему на плечи и щепечут мушки в оба уха поэтому твой дар красноречия убеждение обаяние твое резко повышается на 80 процентов вот но это шутка конечно на самом деле местные жители в юго-восточной айзи очень сильно верят в этот амулет его многие носят и у меня есть такие татуировочки и такой амулетик у меня тоже есть и многие говорят что когда я говорю мои слова проникает прям сердце особенно тайцы так у них такое выражение есть поэтому может и действуют я атеист но опять же носить вещь со смыслом интересно и приятно номер 12 украшение однотипным нашем стиле уже сегодня было такое но кабинет он великолепен я считаю взять нам показать смотрите это обычный гранат он не так дорого стоит и если рядом положить не знаю 10 рубинов которые стоят сотни тысяч и иногда миллионы долларов да то но вряд ли хоть один рубин будет выглядеть ярче и круче чем этот гранат тут очень хороший алый цвет очень хороший уход в черный потрясающий да мой любимый и если просто носить я например не вижу причин зачем покупать рубин за огромные деньги если есть гранаты за несколько тысяч долларов бывает что и меньше чем несколько тысяч а все остальное вы знаете здесь серебро чернение черные биллианты и все стандартно наш дизайн номер 13 тут прям в дождь снимали я сейчас голос накладываю а там шум дождя в москве и видите даже даже в такую погоду этот камень шпинель выглядит отлично тут идеальный вот на мой вкус темный синий с уходом черное знаки уналон и кольцо я думаю что описывать не нужно тут все понятно вот собственно опять же по поводу шпинели есть синий сафир до который стоит дорого ну десятки тысяч долларов если мы говорим про хороший качественный камень и очень часто сафиры где-то в северном полушарии они просто выключаются становится просто черные совсем или очень темные а шпинель в пасмурную погоду где-то на севере себя ведет ну очень часто получше а стоит она ну получается что в 10 раз дешевле поэтому обратите внимание синий камень это не только сафиры ты часто шпинель и танзанит тоже не забываем номер четырнадцать снова мой любимчик черный биллиант черный биллиант золото белые биллианты можно также сделать черный биллиант серебро и белые сафиры которые стоят в разы дешевле чем белые биллианты а на глаз не особо отличишь но вот собственно я говорил да что черный биллиант входит в тройку моих любимых камней это серая шпинель сумеечная или грозовая черный биллиант и черные звезды и сафиры очень мне нравится этот камень и шаманы мне рассказывали не один да я многим показывал они говорят примерно одно и то же что черные темные камни они на себя собирают сглазы порчи негатив ненависть и вот всякое такое нехорошее я знаю что даже такие атеисты как я опасаются завести все равно всегда но видимо мы так устроены поэтому приятно когда вот такая штука есть номер 15 еще один черный звезды сафир здесь видите огромное количество рутила поэтому он создает прям такой золотистый шелк он прям так и называется вот этот вид включение да их можно назвать шелк запросто рутил лежит тут очень плотно друг другу поэтому такое шелк шелковый эффект плюс там есть аномалия в кристалле посмотрите там один кристаллик загибается до зоны роста так называемый шестиугольник а другой рядом находился и вот они срослись друза так называемый получилось дальше стандартно здесь мантры смысл мантры я не буду вам разглашать их всегда заказчик сам для себя подбирает например говорит дайте мне пожалуйста мантру денег и удачу или здоровье и допустим любовь наш шаман все это наговаривает и мы отправляем сколько стоит наговор наговор ничего не стоит я ему и так помогаю ну собственно у нас там с ним свои отношения совершенно поэтому он за это денежку не берет номер 16 очень скромный и благородный доменный дизайн тут у нас стоит зеленый турмалин он на самом деле поярче тоже то есть камеры его делает более темным и в принципе здесь ничего нет лишнего я считаю что тот самый случай когда камень сам все хорош его никак не нужно подчеркивать обсыпать добавлять каких-то узорчиков хотя конечно это дело вкуса и особенно мне нравится здесь сочетание цветов до желтая зелененькая присмотритесь вдоль закрепки вдоль краешка камня идут такие белые пятнышки это не сколы это мы как так принято да когда вот такая глухая закрепка можно подстраховаться и камень посадить еще на клей вот собственно мы увидели потом уже когда сняли что немножко есть клей его удалили естественно поэтому все нормально это не поколотый камень стоит все хорошо мы все заметили номер 17 редкий случай это кольцо продается то есть она у нас продажи и она уже в россии его можно забрать прям течение нескольких дней размер совершенно любой потому что можно менять элементарно на это уходит несколько часов само кольцо из серебра естественно мужской перстень там написано строка из священного писания из корана я знаю что там написано там нет никаких имен естественно да там просто хороший смысл заложен я не буду здесь говорить потому что возможно человек который вы будет покупать он не хочет чтобы об этом знали все но это что-то личное и естественно вы видите что мой любимый черный звездочный сафир около 10 карат и все документы сертификаты и еще все остальное в сафире вы видите что присутствует приятный рисуночек залипательный поэтому пишите в whatsapp в наличии только одна штука быстро и 1 такой не сделаем номер 18 отличный заменитель синих сафиров на мой взгляд потому что тут всегда синий хороший да вот всегда яркий особенно если камни отбирая это танзанит а цены намного ниже чем сафир вот такого размера и качества сафир вышел бы ну наверно тысяч 60 70 долларов у танзанита цена совсем другая подвеска с очень скромным хорошим дизайном мне утра есть такой дизайн то есть не отвлекается взгляд от камня до кроме камня больше ничего толком и не видно и это прям правильно с танзанитами какая ситуация я ездил на добычу они есть они не планируют заканчиваться но хороших естественно добывают очень очень мало я нашел статистику где написано что хороших вот такого цвета и чистоты танзанитов добывают примерно 1 процент не сильно отличается других камней просто я теперь точно знаю цифру номер 19 обожаю такие заказы заказчик попался с фантазией и с дизайнерскими какими-то началами мы сделали то что мы никогда не делали раньше вот мне такие заказы нравится да я говорил уже ящерки это естественно наговоренный амулет это понятно я объяснял для чего они зачем что обозначают здесь спинель и сами ящерки покрыты таким вот гранулированным матовым родированием или роде до металла из группы платиновых и посмотрите на спине и у ящерок по хребту черный блянт закреплены выглядят очень необычно показывал шаману и сесть надо вам когда наговаривает он смотрит ему очень понравилось а вот весь получилось прям необычное и узнаваемое я знаю что кому-то понравится кому-то не понравится это дело вкус конечно же мы здесь ничего не критикуем напоминаю вам номер 20 просто не смог пройти мимо вроде все стандартно но опять же обращаю ваше внимание на то насколько хорошим может быть гранат да то есть он алый с уходом черное и большинство рубинов даже рядом не лежала а цена очень разная обо всем об этом говорил почему принято считать что гранат это какая-то бурая штука которая стоит три копейки и и носят бабули да и продают как сувениры где-то вот на рынках в ялте на выставке на какой-нибудь полудрагоценных камней поделочного качества потому что мы когда-то очень давно дружили с чехами еще в советские годы а чехи добывали именно такие гранаты очень-очень низкого качества оттуда на территории бывшего советского союза это заблуждение и произошло я об этом снимал уже довольно много видео и рассказывал про всю эту историю номер 21 великолепные танзанит из оружия который я лично отбирал своими руками и снимал видео рассматривал в лупу смотрел включение то есть прям хороший камень танзаниты они градируются буковками высшее качество это три буквы а вот как раз такой погода пасмурная поэтому не очень прям сильно яркий но на самом деле он хорошую нужную погоду при нужном освещении он выдает прям совсем такие неоново-синие цвета здесь серебро или золото точно не помню черные бриллианты и я бы конечно все зачернил совсем он бы тогда стало еще более ярким синим на фоне черного но и так тоже красиво главное чтобы заказчику нравилось вот тут особенность конструкции это не мы изобрели это собственно давно уже эта модель ходит смотрите открывается защелка и кольцо превращается в подвеску прям как штаны в шорты но тут есть такой момент что пока кольцо у вас на пальце защелка открыться не может потому что она снизу там где палец да и соответственно камень у вас не может выпасть отвалиться и потеряться вместе вот со всей закрепкой это важно номер 22 снова танзанит и снова наша необычная модель трансформер мы называем между собой на работе вот значит здесь трансформируется да у нас кольца в подвеску и обратно камень во первых высшего качества вот хороший танзанит именно таким образом выглядит я его отбирал в январе это как раз пример насколько все сильно затянуто из-за к вида получается что очень долго была доставка потом очень-очень долго была растаможка и вот собственно после этого только мы начали делать не спеша кольцо потому что конструкция довольно сложная наши сотрудники еще не очень привыкли ну вот вот к сожалению минусы такие мне часто пишут покупатели которые ждут что мы заказали на алиэкспресс допустим кеды и вот они пришли через две недели но вы знаете кеды и драгоценные камни это разные вещи часто бывает что пишут а мы заказали камни они тоже пришли через две недели это ребята обозначает что они уже были в москве а у нас тут совсем другая в москве и цены московские да так как и в других столицах всех государств но к счастью больше большинство покупателей относятся с пониманием и даже прождав полгода или почти год заказывают еще 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 чему мы сесть но очень рады номер 23 последний сильно сегодня последний пункт у нас последнее изделие и она тоже продается у нас получается два изделия в продаже это кольцо ему наверное года два здесь изумруд из замбии биллианты белое золото мы как раз на нем отрабатывали технологии вот этих вот колец трансформеров кольцо тире подвеска она тоже раскрывается это же переделать в подвеску это прям самая классическая классика мы продаем его недорого совсем делали просто вот ну как говорится на продажу мы крайне редко делаем что-то на продажу данном там случае нам нужно было попробовать отработать технологию отработали там все в порядке все хорошо защелкивается пока кольцо на пальце она никак вот сам камень соскочить не может никак потому что защелку саму прижимает палец кольцу то есть такая конструкция все продумано то же самое в наличии одна штука повторить сможем но очень не скоро сейчас очень медленно идет а это можно прям забрать уже на руки поэтому пишите вотсап на сегодня все 23 изделия у нас было если я не ошибся всем всего хорошего не болейте берегите семью и себя до свидания